Всех приветствую на своем канале. Как-то у меня был запрос на АСМР с ногтями, руками, маникюром и, я так понимаю, лаком. А еще Аленка, которая не смотрит эти АСМР-видео, просила после того, как я ей пререкламировала очень дешевый, но качественный лак, сделать на него обзор. Вообще, у меня тут лампа, получается, так глаза светят. Я даже как-то не рассчитала, что она будет у меня на глазах. В общем, сейчас продемонстрировать тот самый лак из моего последнего обзора. Не знаю, будет ли видно разницу. Вот эти два ногтя я покрасила прямо, в общем, в акт на место, просто. Остальные же, кроме вот этих двоих и вот всю вот эту руку, я наносила на эту основу. Вот и я вам. Если наносить на основу, он сохнет в разы дольше. Ну и, когда смываешь его, я протестировала жидкостью до снятия лака, то он чуть-чуть оставляет желтый развода. Если же наносить его так, просто на ногти, то он довольно быстро и хорошо смывается, буквально за одно движение. Жидкостью использую обычную, дешевую, якобы без ацетона, что продается в магните, вообще без понятия, сколько она сейчас стоит. Вот такой лак, 29,80, кажется, или 29,90, что-то такое, практически 30 рублей. Лак для ногтей, классик мини. Могу даже попытаться прочитать эти составы. Бутилоцитат, бутилоцитат, нитроцеллюлоза, ацетилатрибутилцитат, стеарапунион. Вот цвет у меня не сильно хороший в этот раз сверху. Тут глаза я не особо вижу, тут довольно мелко. В общем, короче, химия, 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 даже какой-то химический спирт. CL-77510 и CL-15850. Происпроизводство РНК Московской области, Сергеев Посад. Срок годности до ноября 2019 года. И он распространяется на вот это наше, как оно там, ЕАЦ, короче говоря. Думаю, там вы, наверное, в курсе, я вечно забываю. Зона это торговли, где там Казахстан, Белоруссия, Россия. Номер 96. Такой вот маленький флакончик. Classic Mini. Nail Polish 6 мл. Сделан он 24.06. сего года. Вот такой малюсенький. Удобно наносить его. Такая вот кисточка. Ну, капелька сейчас будет. Вообще, если в один слой, то он довольно прозрачный. Если в два слоя, то он между зеленым и желтым цветом, такой флуоресцентный, мне кажется. И самое, что я почему решила его обозреть, у меня ногти воспринимают лак очень плохо. Любой лак, даже супер стойким. Но я и не пользовалась этими химическими полунарущенными лаками, как они их называют моя товарищница, приятельница по переписке ВКонтакте, Наталья. Шила кальца. В общем, мне кажется, у меня не настолько шепот, как обычно. Я говорю, хотя я сижу где-то в метре от камеры. В общем, лак у меня обычно держится, что Эйвен, что еще какой-то максимум сутки. Даже меньше, ну, часов по 17 максимум. И начинают углубляться, стираться сам по себе, кусочками так отваливаться. Этот у меня держался трое суток. Продержался, возможно, бы дольше, но я его стерла. Потому что что-то я вчера хотела записать. Вроде как у меня просили какой-то АСМР с красной помадой или блеском и красным лаком на ногтях. И я думала покрасить красным. Но получилось так, что, как обычно, куча дел каких-то непонятных. Отвлекалась. И в результате я вообще хотела остановить на нетбук Манжиро. Но, благо, я вчера все-таки словила паранойю, потому что сегодня, подозреваю, я бы потеряла все эти файлы свои. Где-то на 200 с чем-то гигов. И я вчера словила паранойю. Параллельно копированию файлов на внешке сидела, переводила последние главы красавицы. В общем, вот такой вот лак. Женька накупила себе аж три штуки. Это продается у нас в обычном магазине. Раньше он назывался Черный Корт, потом Лабиринт. Сейчас вообще без понятия, как он называется. Но там стали принимать банковские карты. Хотя оплачивать такую малюсенькую покупку, буквально 30 рублей, карта им. В общем, я оплачивала наличкой. Мне нравится цвет, он вот, в принципе, вот, где он просто на ногтях, он, мне кажется, такой матовый. А где он, вот эту вот хренотень, я его тут усили наше, оказывается, на 1 треть уже заюзала, он, можно даже сказать, глянцевый. Не знаю, вот, асмр-то, да? Флешка у меня, оказывается, разделилась даже не икингстон, или как там, ее тоже на 2 части. Не знаю, с чем связано это. Новую пока не приобретала. Я хочу пока попользовать, не знаю, как запишется или нет, на эту. Если запишется, то задаю, соответственно, на YouTube. Те три говорилки, про которые я обещалась, я постараюсь записать, по крайней мере, хотя бы одну, потому что 10-го я опять мылю лыжу в деревню. Сегодня Юля узнала о беговых лыжах. Наверное, даже внештатно, ну, да не суть. Больно много я внимания уделяю некоторым личностям, как мне кажется. Ну, а личности? В общем, суть такая, если вы однажды кого-то подбодрили, то, возможно, вас воспримет неправильно. Решат, что вы не только подбодрили, но и как минимум неровно дышите. Возможно. Вы потом с вами будут общаться из вежливости, и вы в ответ тоже будете общаться из вежливости. Вот у меня пришла очередная нянька-сиделка, и придется мне закругляться. Если вам было интересно это видео, то я рада. Пока.